Судя по медведям, вы поняли, что мы находимся в Ярославле. В Ярославле можно по этим следам медведя пройти весь пешеходный центр. Ну и, конечно же, не только увидеть самую большую зону ЮНЕСКО для пешеходных прогулок, не огромное количество церквей, а еще и много интересных объектов, про которые нужно узнавать чуть подробнее. Так, например, в губернаторском доме, судя по легендам, есть подземные ходы, в том числе и через Волгу, в которых хранились золото, картины, ценности. Множество уцелевших икон в Ярославской епархии и сохраненные купеческие здания, ну и, конечно же, просто красивые архитектурные формы. Тут, например, Ярославль главный и управление Северной железной дорогой. Но кроме этого, Ярославль преображается. Например, преобразился он и светом, когда мы подсветили большое количество культурных объектов. Но кроме этого и постарались и художники, которые выбрали своими полотнами опоры москов. Здания, гаражные кооперативы и разместили больше 30 грандиозных художественных работ. В Ярославль стоит приехать посмотреть. Я, конечно же, вас зову. Я амбассадор Ярославии и уместный туризм. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!